Сегодня у Беларуси четвертый день датарминового голосования. Папошных даденных у нашей области больше, как 30% выборщиков уже отдали голос за своего кандидата. И это самый высокий покажек по краине. Многие на участки приходят целыми семьями. Павел Михно протягнет тему. У выборщиков, которые ожидают проголосовать датарминовое, такая махчимость есть до субботы уключна. Паводли звезды к центру выборкама. У первые три дни датарминового голосования явка у целом по краине склала 22,5%. Головная политичная падея краины никого не покидая Абыяковым. Но ее семьи приходят на выборчые участки в полном составе. У их лику и жихары Гоминского района. У дельники сельско-господарчика проекта Уладар Села. Виктор и Валерия Шибковы. И их четверо детей. Выборы для нас в первую очередь можно назвать семейным праздником. Потому что сложилась такая традиция, что ходим голосовать всей семьей. Мама у нас в городе зарегистрирована, я в деревне. У нас, можно сказать, два праздника. Вчера был один и сегодня второй. Выборы – это в первую очередь ответственный выбор. Потому что ты всегда голосуешь за определенного человека, на которого возлагаешь определенные надежды. Активная, матанакированная, творчая. Такой же харку поколюбит, что у Надея Никитина ведает и в семейном Крузе, и на праце у Ляличном театре. На выборче участок переможца конкурса «Жанчина года-2019» пришла разом с двумя дочками. Мать из раннего взрослого выховывая у детей активную грамадянскую позицию. Я считаю, что каждый житель нашей страны, имеющий на это право, должен проявлять свою активную жизненную позицию. Не сидеть на диване, не откладывать это на потом. Считаю, что созданы все условия для любого желающего и имеющего на это право прийти и проголосовать. Мы пришли на досрочное голосование, потому что в эти выходные день рождения у моих дочерей. У Эли и Алисы. Им исполняется 14 лет. Уже через 4 года они придут голосовать в эти выходные. Мы хотим провести в кругу семьи. Проявлять свою позицию все-таки хочется и нужно, поэтому мы пришли досрочно. Удел у детерминовом голосовании можно принять на тех же умовах, что и у основный день. Нагадаем, участки открыты с 10 до 14, а так само с 16 до 19 годин. Павел Михно, Игорь Марышенко, Телерадио компания «Гомель».